В рамках республиканской программы по ремонту местных дорог, объявленной Владимиром Плохотнюком, большая часть государственных средств утекает в населенные пункты, которыми руководят представители Демократической партии. Это хорошо видно на примере Бельц. Самому городу по правительственной программе на ремонт двух дорог выделяют 2 миллиона 600 тысяч леев, а селам Садово и Елизавета, входящим в состав муниципе, более 4 миллионов. Обоими селами руководят бывшие коммунисты, перешедшие в Демпартию. По-моему, 15 марта было постановление правительства, как было написано в заголовке, о выделении Бельцам 6,8 миллионов леев. Из этих 6,8 миллионов леев 2,6 миллиона было выделено Бельцам, 2,7 миллиона было выделено Елизаветовке, и 1,5 миллиона было выделено Садовому. То есть вот в такой вот пропорции этого постановления правительства было учтено, то есть Бельцы были приравнены к Садовому и Елизаветовке. Деньги для Бельц выделены целенаправленно на ремонт бульвара Менеску и другой улицы, пока не названной демократами. Однако стратегии госпрограммы не сочли нужным изучить состояние объектов, на которые будут истрачены средства налогоплательщиков. Например, бульвар Менеску не ремонтировался ни разу с момента его строительства в советское время. По сути, никакого бульвара там уже давно нет. Это типичная проселочная дорога с отсутствующей ливневой канализацией. Даже за 2,6 миллиона, которые будут предоставлены, там можно сделать разве что недолговременный косметический ремонт, эффект от которого продлится до следующего сезона дождей. Но даже эти средства выделены не только на бульвары Менеску. По большому счету, демократическая партия ради самой рекламы просто зарывает госсредства в землю. 2,6 миллиона уже потом в комментариях было написано, что они пойдут на ремонт двух улиц. В частности, даже был назван бульвар Менеску. Да, но что такое 2,6 миллиона? Допустим, даже для одной улицы бульвара Менеску. Там ливневая канализация, чтобы сделать проект и заменить ливневую канализацию, потому что она там находится в очень плачевном состоянии, нужно больше 3 миллионов лей. Это только ливневая канализация. Если там менять еще коммуникации, которые там проложены под этой улицей, менять подушку, менять асфальт, менять бордюры, менять тротуары вокруг этого, то там стоимость проекта будет вообще совершенно других денег стоит. Я думаю, там больше 10 миллионов нужно. Вице-премар Бельц Геннадий Шмульский говорит, что разбитый бульвар в центре города – это позор Бельц. Однако уже к 2015 году на его ремонт нужно было не менее 10 миллионов лей. При том, что из дорожного фонда Бельцам ежегодно выделяется лишь около 17. Правительство могло бы помочь Бельцам с ремонтом дорог только справедливыми отчислениями, сообразными значимости, размеру и посещаемости города автомобилистами со всего севера Молдовы. Но справедливости республиканские власти предпочитают пиар за счет налогоплательщиков. Мне кажется, это просто такая предвыборная уже начинается кампания, скажем так, потому что фактически эти деньги больше были выделены примарам, которые были избраны раньше от партии коммунистов. Теперь уже, наверное, в демократической партии находится, что примар Садового, что примар Елизаветовки. Потому что они утратили связь с коммунистической партией, как было сказано ранее. И эти же 2,6 миллиона, которые остались Бельцам, они тоже не поступили в муниципальный бюджет. Они были направлены, ну, Бельцы выделены, но они пошли к государственному предприятию Друмурьбелс, который сейчас возглавляет Чела. Разве это предприятие занимается дорогами внутренними в городе? Я не знаю пока, как будут израсходованы эти деньги. Но эти деньги были выделены, опять же, не в муниципальный бюджет, они были выделены государственному предприятию. Редактор субтитров А.Семкин